20 человек выселяют с госдач в Конча-Заспе. Скандал с трансплантацией в Болгарии. Малеуполь затопила ливнями и слепой парень сам собрал Бандору. Вы смотрите новости в студии Светланы Леонтьева. Добрый вечер. День невинных жертв. Сегодня Украина впервые на государственном уровне чтит память детей погибших в результате российской агрессии. Памятную дату установила Верховная Рада 1 июня. За 7 лет боевых действий на Донбассе погибли более 240 детей. 56 пропали без вести. Их истории собрали мои коллеги. 24 января 2015. Незаконное вооруженное формирование цинично обстреливают из градов в микрорайон Восточный Мариуполе. Тогда погибли 30 человек. Среди них дети 4 и 17 лет. В списке жертв и маленькая Милана. Она изображена на мурале на одной из многоэтажек Мариуполя. В результате теракта девочка осталась без ноги и потеряла маму. Еще одна жертва российской агрессии – школьник Даня Дидек. 15-летний подросток погиб от взрыва мины на мирной акции в Харькове в феврале 2015-го. Следствие доказало – заказчики теракта – российские спецслужбы. Одна из самых масштабных трагедий – катастрофа малайзийского Боинга в Донецкой области. В июле 2014-го рейс МХ-17 «Амстердам-Куала-Лумпур» сбила ракета незаконных вооруженных формирований. Среди 298 жертв катастрофы – 80 детей. По данным офиса генпрокурора, на линии соприкосновения проживает около 37 тысяч детей. Больше 33 тысяч имеют статус «Дети войны». При поддержке страны-агрессора на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей организовывают военные лагеря и псевдопатриотические клубы. Детей готовят к боевым действиям и навязывают им идеологию русского мира. Светлана Сыч, Новости Украины. Эх, чиновников времен Януковича выселяют с государственных дач в Конче-Заспе и Пущеводице. Борьба с терроризмом и ворами в законе. На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны больше внимания уделили не новым задачам, а результатам работы, рассказывают наши журналисты. Усилить меры безопасности на админгранице с Крымом и укрепить общенациональную систему борьбы с терроризмом. Такие решения приняли во время очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны. Кроме того, в стране будет продолжаться цифровая трансформация в сфере безопасности. Самое то, что касается кабинета министров, то, что касается областных государственных администраций, расширения тех центров, которые сегодня есть в секторе безопасности и обороны. К ним присоединяются сегодня ситуационные центры, которые будут в сети кабинета министров. И это будет единая система по управлению национальной безопасностью по всей территории Украины. Много внимания сегодня уделили результатам принятых ранее решений Совета нацбезопасности. 20 человек уже выселяют с госдач в Кончезаспе и Пущеводице. Во время аудита государственного имущества, инициированного президентом, выявили многочисленные нарушения и несоответствия. Получилось так, что арендуя объекты у государственного предприятия на сегодняшний день, госпредприятие еще осталось должное тем людям, которые арендуют эти дачи. Например, у одной дамы остаток средств, которое ей задолжало предприятие, составляет 11 миллионов 841 тысячу 2 гривны 40 копеек. Об успехах борьбы с криминальными авторитетами отчитался министр внутренних дел Арсен Аваков. А президент заявил, больше воров в законе в стране не осталось. За три недели шести ворам объявлено подозрение, 12 выдворены за пределы Украины, другие находятся под стражей и изолированы от внешнего мира. Кроме этого, после санкций СНБО прекратили свое преступное влияние 111 этнических криминальных авторитетов. Треть выдворены из Украины, другие ожидают завершения процедуры выдворения или находятся под следствием. Одна из дискуссионных тем заседания передана в Верховную Раду из офиса президента законопроекта об олигархах. Документы обсудили с народными депутатами из профильных комитетов, представителями Национального антикоррупционного бюро, Госбюро расследований и Антимонопольного комитета. Президент попросил как можно быстрее принять этот законопроект за основу. Проанонсировали и другие документы, направленные на борьбу с олигархами. Чтобы мы начали процесс, должен быть принят соответствующий закон. После этого будет принято 11 нормативно-правовых актов, в том числе законов, чтобы все это сдвинулось с места. Президент дал поручение – две недели соответствующим органам. Через две недели вы увидите следующие законопроекты именно в этой сфере. На ближайших заседаниях Совет нацбезопасности хочет заслушать отчеты об использовании украинских недр и борьбе с контрабандой. Юлия Крючкова, Юлия Грановская. Новости Украины. Украина начинает жить по правилам. В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, время, когда большой политикой и средствами массовой информации де-факто управляли так называемые олигархи, заканчивается. Первый шаг к этому, по мнению главы государства, законопроект о деолигартизации. Он уже зарегистрирован в парламенте с пометкой «Неотложный». Украина изменилась и начинает новую историю. За новым правилом. Страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто по правилам. Вы можете их принять, быть большим прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не откаты. Финансирует благотворительные проекты, а не группу чиновников или депутатов, который приумножает свой капитал не потому, что делит и отнимает Украину. Этот законопроект только первый шаг. Это создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию. Нельзя владеть депутатами, министрами и любыми другими чиновниками. Этот законопроект – первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает – да, в Украине есть олигархи, да, они влияют на политику и да, этого больше не будет. Скандал с трансплантациями в Болгарии. Министерство здравоохранения страны сообщило, при прежнем правительстве в болгарской государственной больнице пересаживали органы живых доноров в богачам, которые не являлись их прямыми родственниками. А это грубое нарушение закона. Такие пересадки от живых доноров разрешены только для родных. За два года было проведено 14 операций. Этот скандал грозит стать международным. Свои почки для миллионеров из Израиля, Японии и Аммана отдавали жители Украины и Молдовы. Министерство иностранных дел Украины уже отреагировали на эту шокирующую новость. Обратили внимание на сообщения СМИ о возможной незаконной трансплантации органов Болгарии с участием граждан Украины. МИД Украины поручил украинскому посольству в Софии проверить эту информацию с болгарскими правоохранителями. Пока не будет официального расследования и решения болгарского суда говорить о причастности украинцев к незаконной трансплантации в Болгарии рано. Но в общественной организации за трансплантацию говорят, если факт продажи украинцами своих органов подтвердится, он будет не первым. В последние годы мы встречаем все больше новостей о том, что украинцы идут на преступление, связанное с ущербом для своего здоровья. Это очень тревожный сигнал. Очень хорошо, что наше министерство иностранных дел отреагировало, и они будут проводить свое расследование. Только суд может признать, что это преступление произошло, и человек должен понести за это наказание. Массовая вакцинация выходного дня, 5 и 6 июня, от центра иммунизации населения будут открыты в 10 городах Украины. Вакцинировать обещают всех желающих, зарегистрированных в приложении ДИЯ. Причем ждать будут не только тех, кому уже позвонили и пригласили на прививку, но и тех, кто ожидает звонка. Подробнее о том, как и где будут прививать от коронавируса, расскажут мои коллеги. Ареал центра в массовой вакцинации расширяется. Уже на этих выходных к пилотному проекту Министерства здравоохранения по иммунизации населения присоединятся еще 7 городов. Прививку от коронавируса можно будет получить не только в Киеве, Львове и Одессе, а еще и Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде, Горишних Плавнях и Ровно. Прививать будут в два потока. Тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время, и тех, кто также записался в ДИЮ, но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке живой очереди. Центры развернут на территории стадионов, концертных площадок, выставочных центров и школ. Арена Львов будет проводить массовую вакцинацию уже вторые выходные подряд. За прошедший уикенд там привели 1400 человек. На этот раз решили увеличить количество бригад до четырех. За эти выходные планируют привить до 2000 людей. Ареал центра в массовой вакцинации расширяется. Уже на этих выходных к пилотному проекту Министерства здравоохранения по иммунизации населения присоединятся еще семь городов. Прививку от коронавируса можно будет получить не только в Киеве, Львове и Одессе, а еще и в Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде, Горишних Плавнях и Ровно. Прививать будут в два потока. Тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время, и тех, кто также записался в ДИЮ, но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке живой очереди. Центры развернут на территории стадионов, концертных площадок, выставочных центров и школ. Арена Львов будет проводить массовую вакцинацию уже вторые выходные подряд. За прошедший уикенд там привили 1400 человек. На этот раз решили увеличить количество бригад до четырех. За эти выходные планируют привить до 2000 людей. Показатель госпитализации свидетельствует о том, что… Показатель госпитализации свидетельствует о том, что, слава богу, медикам, нам всем, мы преодолеваем коронавирусную инфекцию. Мы призываем всех, кто есть в приложении ДИА, в возрасте даже младше 60 лет, приходить на вакцинацию. Вакцина есть. Мне кажется, это очевидно. Очень много людей умирает. Реально мы теряем близких, родных. Поэтому это единственный способ уберечь себя от реальных потерь. Вакцинация – это испокон веков. Она очень классно останавливала все пандемии. Поэтому у нас просто нет другого выбора, потому что люди не соблюдают правила безопасности, как минимум. Массово иммунизировать будут китайским препаратом «Коронавак». Его 1 июня одобрила Всемирная организация здравоохранения. И именно этого препарата больше всего поставили в Украину. Как утверждают в Министерстве здравоохранения, те, кто привился препаратом «Коронавак», смогут получить международное свидетельство о проведении вакцинации. Эта вакцина эффективна. И она используется в одной из крупнейших экономик мира. Надо четко понимать, какое население Китая, вкладывающего средства в экономику Европейского Союза, сколько людей там имеет бизнес, сколько ездит. И мы вакцинируемся тем самым. Решение, что лучше, что хуже, надо принимать специалистам. Оно все самое лучшее. Безопасных и эффективных вакцин, имеющихся в Украине. Когда меня еще в январе спросили, чем бы я себя вакцинировала, я сказала сразу только «Коронаваком». По той причине, просто это известная технология производства, известный тип вакцины, которую у нас еще в детстве вакцинировали в свое время. Это известная фирма, поскольку они очень давно работают именно по выпуску такого типа. Опыт, который есть с применением этой вакцины, свидетельствует о том, что кто ее взял, хоть тогда еще не было разрешения в ВОЗ, как бы не проведено официально, они все выиграли. В Министерстве здравоохранения напоминают тем, кто собрался на массовую вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, идентификационный код или же копию декларации с семейным врачом. Валерий Бакус, Новости Украины. Отечное признание без суда и следствия в эфире государственного телеканала. Накануне в Беларуси опубликовали интервью с политзаключенным Романом Протасевичем. Международное сообщество, адвокаты, эксперты, психологи и правозащитники все в один голос говорят, до записи интервью Романа запугали. Мои коллеги разбирались. То самое интервью с Романом Протасевичем. В эфире белорусского государственного телеканала оппозиционный журналист рассказывает о том, как сильно уважает Лукашенко и одновременно сожалеет, что организовал массовые беспорядки, называет фамилии своих соратников. Что интересно, подобных заявлений Протасевич не делал ни в суде, ни через адвоката, а в эфире государственного СМИ. Родители уверены, его вынудили себя оговорить. У меня нет никаких сомнений. То, что говорит Роман, это результат его запугивания, результат постоянного психологического и физического насилия над ним. Это результат того, что его просто-напросто запугали. Его убеждения, я уверен, они в корне отличаются от тех, что он озвучил. Поэтому нет ничего удивительного, что его заставляют говорить то, что нужно. И я ни слова не верю в то, что говорит мысль. Частная смена мимики и эмоциональных реакций, смех, как защитная реакция, поджатые губы, положение рук. От сильно сжатых до активной жестикуляции Протасевича тщательно подготовили к интервью. Быстрые ответы без пауз свидетельствуют о том, что вероятнее всего эти ответы были известны Роману заранее. То есть они проговаривались. Он знал, на какие вопросы и как ему нужно отвечать. В начале интервью Роман говорит, я не удивлюсь, если многие назовут меня якобы предателем. И вот возникает вопрос, почему якобы предателем, а не просто предателем? По сути, Роман не считает себя предателем. Вероятнее всего, он полагает, что он просто поставлен в безвыходную ситуацию, которая действует так, чтобы сохранить собственную жизнь. Именно поэтому интервью выглядит неестественным. Белорусские правозащитники говорят, это не первый случай, когда человека заставляют говорить то, что нужно режиму. Эта практика используется в Беларуси. Эта практика, она очень активно сейчас используется белорусскими силовиками. После задержания общественных активистов разного уровня, и на районах, и малозначительных, и в Минске, избитых их, запуганных, заставляют давать какие-то показания, признаваться в том, чем они не делали. Методы, когда под пытками выбивали показания, а затем все фиксировали на камеру и распространяли в средствах массовой информации, обычно используют авторитарные режимы, не только в Беларуси. В такого рода авторитарных государствах такие практики применяются, опять-таки, для того, чтобы влиять на общественное мнение, для того, чтобы убедить в чем-то общество. В данном случае это попытка в случае с Протасевичем дискредитировать белорусский протест, дискредитировать нехту, дискредитировать тех, кто сопротивляется режиму Лукашенко, показать, что, ну вот видите, даже один из ваших ключевых активистов с нами уже сотрудничает. До тех пор, пока он находится в заложниках у режима Лукашенко, ни одному слову, которое он будет произносить, верить нельзя. Того, что Протасевич перед интервью подвергся психологическому и, возможно, физическому влиянию, не исключают и в правительстве Германии. Это позор для телеведущего и для белорусского руководства, которое в очередной раз демонстрирует свое презрение к демократии, да и вообще, надо сказать, презрение к человечеству. Международное сообщество раскритиковало опубликованное видео с Романом Протасевичем. Сомнений в том, что оно постановочное не возникает ни у кого. Лишь режим Лукашенко верит, что в очередной раз удалось сманипулировать общественным мнением. Роман Смоллер, Татьяна Сулий, Новости Украины. Затопленные дворы и машины, полноводные реки вместо дорог в Мариуполе из-за мощного ночного ливня затопило сразу десяток улиц. Очевидцы снимали, как вдоль дорог плавают машины, а во дворах погибала домашняя птица. Подробнее наши корреспонденты. Выгоняю воду, чтобы она быстрее выходила со двора, потому что у нас канава более-менее несбалансированная, можно так сказать, и плохо выходит вода. Я помню. С рассвета жители разных районов Мариуполя пытаются спасти свои имущества во дворах и домах. После ночного ливня здесь все в воде. Начался дождь, начали воды подземные выходить, и затопило весь дом. Местные говорят, сильный дождь начался около двух часов ночи. Десятки улиц быстро превратились в реки. Воду откачивают насосами. Вода не уходит. Мы ее выкачивали, выкачивали, она не уходит. Вода во всех комнатах, во всех комнатах, во всех комнатах это есть вода. Я боюсь даже еще там, где печка у меня стоит, чтобы она не обвалилась и не рухнула от этой воды. Старожилы города, говоря, такого сильного ливня вспомнить не могут. Так ливень был такой, как снегра. Воды было вот так. Были ливни, но чтобы ухвата заходила. Несколько районов остались без электроэнергии. Люди говорят, вода подтопила дома, потому что с таким количеством осадков городские ливневки не справляются. Одна ливневка, она вот со всего города течет вода, и все в одну ливневку, вот такая вот, вот туда. Конечно, она не справится. Все через дверь, через ливневки пошло, дома, все позатопило. Те, кто сам не смог очистить двор от дождевой воды, вызывали спасателей. Протягом минулой добы, начиная с другой годы... В течение прошлых суток с двух часов ночи мариупольскими спасателями было совершено 27 выездов для оказания помощи населению по откачиванию воды. Всего было привлечено 14 единиц техники и 32 сотрудника личного состава. Общее количество откачанной воды составило 570 тонн. Кроме Мариуполя, из-за сильных дождей пострадали также города Лимана, Селидова. А в селе Крещевка спасателям пришлось мешками с песком укреплять берега Ставка, чтобы не разрушилась дамба. Анастасия Лисова, Борис Яковенко, Новости Украины. Собрал бандуру на ощупь. 16-летний воспитанник Харьковского специального учебно-воспитательного комплекса имени Короленко Богдан Устьянский не видит с рождения. Но желание собрать национальный украинский инструмент было очень сильным. На сборку бандура слепой парень потратил три года. Репортаж Натальи Белокудри. Этот урок на собственноручно собранной бандуре девятиклассник Богдан Устьянский ждал почти три года. Со своим наставником Назаром Бажинским познакомился в специализированном учебно-воспитательном комплексе для слабовидящих. Кому-то это было в шутку, кому-то все-таки серьезно. И в итоге мы с ним остались. Он мне рассказал как раз про бандуру, про кобзу и немного про леру. И у меня появилась идея сделать такое же самое. У Богдана остаточное зрение. Он видит только тени предметов. Но отказать парню своими руками создать бандуру Назар Бажинский не смог. Специально подобрал струны из бронзы, а держатели для них из латуни. Они блестят на солнце. Украсили инструмент наконечником, вырезанным из дерева в форме головы сокого с золотым клювом. Он попросил, чтобы я нашел золотую пленку, чтобы клюв у него блестел. Оно блестит. Он может увидеть это. Нижняя часть бандуры из ивы, верхняя из клена. Сразу после основных занятий Богдан вырезал, шлифовал и оттачивал детали. Так увлекался работой, что даже не замечал травмы от инструментов. Кстати, согласно украинским поверьям, это означает, что если капнула кровь на инструмент при изготовке, то значит и с ним побратался. Ирина Нечипаренко, мама Богдана, только сейчас впервые увидела, как учится играть ее сын. Все три года, когда сын создавал свою бандуру, он присылал ей только фото. Это первый раз. Это его бачу вживую. Это в первый раз вижу. Он, когда делал эту бандуру, говорил «Мама, я слышал, как играет бандурист, и у меня ассоциация с тобой». Это его слова. Украина, мама, казак. У меня много ассоциаций. Профессиональный кабзарь Назар Бажинский говорит, настоящего ученика искал много лет. И только Богдан стал тем, кому сейчас готов передать все свои знания. Кабзарство – это все же профессия для незрячих и слабоведителей. Из-за того, что после советских времен кабзарей осталось очень мало, пришлось как-то восстанавливать. И много зрячих приняли это в свои руки. Но постепенно все же надо вернуть это тем, кто действительно может сделать лучше. Он первый, кто восстановил это в 21 веке. Продолжать обучение игре на бандуре Богдан планирует с осени, после каникул. И уже продумывает, какую еще модель бандуры сделает своими руками. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой. Новости Украины. С пожеланием идти к своей цели, не замечая препятствий. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска новостей. И смотрите нас в соцсетях. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин